Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! Сегодняшний наш лекториум будет посвящен прорыву именно в работе эстетической косметологии по решению проблем по телу. И сегодня мы с вами более подробно поговорим о замечательной новинке, которая вышла в 2020 году. Это новинка нашумевшая, это новинка, которая порадовала ваших пациентов и вас с замечательными высокими клиническими результатами. И, конечно, мы безумно рады за вас и за ваших пациентов. Очень приятно получать ваши отклики, ваши отзывы о данном препарате. Это пилинг-система PQH Body. Пилинг-система PQH Body. Позвольте представиться, зовут меня Боченкова Наталья, врач-косметолог, дерматолог и сертифицированный тренер компании Balance Medesthetic. Но сегодня не обо мне. Сегодня вот об этой новинке PQH Body. Давайте напомню, что из себя этот препарат представляет. Это первая в мире пилинг-система химического ремоделирования тела. Это тот препарат, который дает выраженное именно лифодренажное воздействие. В процессе протокола процедуры я обязательно буду делать акценты, расставлять, благодаря каким компонентам все это становится возможным. Здесь мы работаем, конечно же, комплексно еще и на качество кожи. Но сегодня мне хотелось бы затронуть прям поэтапный разбор протокола. Потому как, коллеги, конечно же, только от правильного протокола мы будем получать ярко выраженные высокие результаты без каких-либо негативных моментов. Поэтому сегодня мы расставим акценты на особенностях анамнеза, на количестве слоев. Я хочу работать сегодня с вами однозначно в команде, поэтому пишем вопросы прям вот, собственно говоря, вот здесь. Да, задаем их сразу. Ну и если вдруг у вас возникнут вопросы о последствиях, конечно, вы можете писать в Директ. Напоминаю, что результаты данной пилинг-системы уже пестрят в Инстаграм не только компании Баланс Медэстетик, но и, конечно же, тех наших коллег, которые взяли данный препарат в работу. Да, уже пишут, вот клиентам в восторге. Прекрасно, мы очень рады. Итак, коллеги, но сегодня мы поговорим о чем? Мы поговорим о том, что бывают случаи, их немного, но они все-таки бывают. И я прекрасно понимаю, как практикующий доктор, что порой хочется вроде бы из лучших побуждений нанести большее количество слоев. Мы же хотим избавиться от лишних жировых отложений прямо буквально здесь и сейчас, да, чтобы в понедельник они были в пятницу, к пятницу мы были уже со стройным идеальным силуэтом. Но невозможно сделать так, что в косметологии такое выражение, как кашу маслом не испортишь, это немного не о нашей профессии. У нас все-таки с вами специализация именно медицинского профиля, поэтому, конечно же, все нюансы, которые прописаны в нашем протоколе, еще раз повторю, да, прям вот выделены, да, важные моменты, но мы решили все это еще раз проговорить. Почему бывают какие-то некие небольшие оплошности? Опять же повторюсь, что бывают из-за того, что какие-то моменты в протоколе либо вы пропускаете, либо из, опять же, той истории, ой, давайте я выпью сразу 4 таблетки, да, и одномоментно выздоровлю. Такое не бывает. Отсюда и идет, да, если мы говорим о терапевтическом эффекте лекарства, тут идет интоксикация, да, кситоксическое воздействие. Поэтому, конечно же, препарат работающий, поэтому важно работать на нем правильно, а вот как правильно, мы сегодня это и разберем. Причем на сегодняшнюю нашу модель предоставила нам две области, на которые мы будем воздействовать. Это наиболее актуально, конечно же, проблемы в зоне живота, да, нам есть, где, собственно говоря, развернуться и поработать и на качество кожи, и на воздействовать именно на микрорельеф, да, вызвать именно убрать лишнюю жидкость, да, то есть именно мощное такое лимфодренажное воздействие. И одномоментно укрепить вот эти дряблые животики, да, которые бывают на фоне, опять же, комплексного воздействия, плюс с инъекционными методиками. Ну, кстати, и просят рассказать про комплексную терапию. Хорошо, но давайте, коллеги, прямо по порядку четко начинаем. Итак, во-первых, что нам потребуется для протокола? Естественно, модель, которая хочет получить потрясающий идеальный силуэт, в этом мы все равны, причем сейчас активно присоединяется и мужское население, да, не только женщины. Нам потребуется, естественно, препарат, да, BQH Body. Мы специально сегодня взяли новую упаковочку, чтобы вам показать, как это все выглядит, что внутри препарата. Вот так выглядит полная упаковочка, когда, да, наши слушатели и коллеги покупают, да, собственно говоря, большим оптом, да, продукцию. И внутри вот будут такие блистры. То есть препарат, вода, перчатки. Коллеги, пожалуйста, вы думаете изначально, да, может быть, бывает, когда мы берем тот или иной наружный препарат, бывает вы скептически настроены, это нормально, когда мы что-то новое берем в работу. Но здесь тот состав, который, собственно говоря, мы с вами разберем, когда будем уже говорить о препарате, да, в ходе протокола, который, если вы будете проводить это все без перчаток, несмотря на то, что здесь в составе идет в интеллектуальном, да, именно системе доставки активные компоненты, модифицированная хлоруксусная кислота, лактобионовая кислота, да, и токсихолевая кислота, фасфатидил, да, часть вот этих кислот, все-таки, если вы все это будете делать без перчаток, не удивляйтесь, что потом, собственно говоря, с рук у вас кожа просто, да, единым пластом все это снимется. Но согласитесь, в работе косметолога руки все-таки это основное, да, основная наша часть тела, да, которая задействована при практическом применении, поэтому здесь, конечно же, будьте очень-очень внимательны. Это первый нюанс, который касается доктора. Мы тоже разместим, думаю, как-нибудь как раз по средствам, да, да, тех экспериментов. Далее, коллеги, конечно, нам потребуются процедурные салфетки, которые мы будем снимать, да, при нейтрализации препарата, про воду сказала. Далее, коллеги, начинаем, да, для того, чтобы перейти или прежде, чем перейти к препарату, к нанесению препарата, что нам потребуется, что изначально, какая поверхность и чем ее очищать, мы сейчас вот этот момент и обговорим. Начинаем. Первый пункт – подготовка. Подготовка мы смотрим именно на кожу, ту область, которую мы будем обрабатывать. Сегодня это будет у нас две зоны. Начнем мы с прекрасного животика, да, на что обращаем внимание перед процедурой вообще изначально, даже еще не открыв и не взяв в руки препарат. Какой статус локалиса у поверхности? Поврежденная ли, да, барьер кожи? Какие есть у нас хронические, драматологические, может быть, заболевания? Дерматитные состояния? Может быть, какой-то процесс хронического сейчас, да, идет приморбидное состояние? Температура ли, да, то есть на эти моменты мы обязательно с вами обращаем активное внимание. Изначально видим, кожа шелушится, не шелушится, спрашиваем у пациента накануне, были ли в бане, были ли в бассейне, лежали ли в бане с эфирными маслами, потому что тоже на этом делаю акцент, потому что был, да, случай, когда коллега провела данную процедуру, потом выясняется, что после процедуры коллега, ну, собственно говоря, ее пациентка решила принять ванну с эфирными маслами, а мы знаем, насколько они активны. Без вани, да, не были ли в бассейне, не принимали какие-то либо, да, солнечные ванны, да, может быть, это как раз тот человек, человек, счастливчик, который где-то отдохнул, да, на солнышке, где у нас там граница сейчас, коллеги, открытая, поэтому вот эти моменты мы должны четко у пациента узнать, выведать, прописать и прям, чтобы пациент там расписался, что ничего этого не было. Далее, спроси, чем она пользуется дома, то есть, если у нее есть проблемы эстетические, она вам озвучивает, то, что я борюсь с целлюлитом, именно лишние жировые отложения, бугристость, шелушение, сухость, тянутость кожи, чем она пользуется дома досконально, какой у нее крем антицеллюлитный, какой у нее гель, чтобы он не был сильно агрессивно именно напитан, да, либо сильно щелочной, да, то есть, либо среда сильно щелочная, либо наоборот, среда сильно кислая, то есть, эту кислотность могут давать нам как раз препараты с ахокислотами. Из лучших побуждений, вроде бы, идет воздействие на увлажнение кожи, но для данного протокола мы тоже должны на какое-то время это из арсенала, да, домашнего применения исключить. Итак, нет щелочам, нет ахокислотам, нет с каким-то спинтосодержащим препаратом, опять же, вот этому мы уделяем активное внимание. Еще, накануне, какие были аппаратные методики сделаны, это тоже очень важно. Эпиляция, депиляция, либо, собственно говоря, скарлит, рефлифтинг, то есть, вот все, вот этот спектр, все проговорите максимально четко. И еще, бывает, что наши пациенты посещают курсы антицеллюлитного массажа от воздействия довольно-таки сильного, если кто-то когда-то пробовал, либо душ-шарко, либо антицеллюлитные какие-то массажные техники. Прекрасно понимаем, что даже от трения, которым, да, прорабатывают эту зону, мы тоже получаем с вами минимальное, но все-таки повреждение барьерного слоя, да. Поэтому, подводя итог, ничего агрессивного накануне и ничего агрессивного прямо вот в преддверии очищения. Скрабовая текстура, как я думаю, вы догадались, исходя из того, что я перечислила ранее, мы тоже с вами исключаем. Ретиноиды, да, иногда бывают, собственно говоря, дерматиты уже терапии подходят к завершению, но пациенты еще находятся на какой-то терапии драматологической. Тоже этот момент уточните, чтобы не было у вас вот этого терапевтического пересечения. Прежде чем пить какое-то либо лекарство, мы что с вами посмотрим? Протокол, да, способ применения и с чем этот препарат можно сочетать. Здесь, коллеги, то же самое. Препарат рабочая лошадка, поэтому очень, именно, прямо досконально и очень с большой ответственностью мы подходим, да, к тому, на какую кожу и какими препаратами, да, пациент у нас пользовался. Следующий момент. Наталья, извините, что я вас перебиваю, пожалуйста, давайте четко обозначим зоны, потому что уже идут вопросы, как с лицом у нас. Вот давайте все-таки четко, какие у нас есть зоны, какие мы категорически не приветствуем. Хорошо, давайте так, но вы мне напомните, что я была на первом пункте. Да, да, конечно. Хорошо. Итак, на какие же зоны мы можем воздействовать? Коллеги, несмотря на то, что этот препарат, и учитывая его именно компонентный состав, мы прекрасно с вами понимаем, что мы не можем его использовать, например, там, на декольте зону, да, он будет достаточно агрессивен. Для этого у нас есть другие прекрасные препараты из серии PQH, а PQH это у нас уже серия, да, препаратов, теперь есть и для лица, и для тела. Вот для шеи, декольте, для декольте, субментальной области, коллеги, мы берем с вами препарат PQH Evolution Plus. Он придуман специально, разработан его форму для работы с особенностями анатомо-физиологическими именно кожи лица. PQH Body, где? Где эти места, где мы будем работать именно данным препаратом? Это там, где у нас присутствует подкожно-жировая клетчатка, поэтому это, это живот, это боковые валики, это вдовий горбик, да, на который, собственно говоря, мы порой комплексно с вами воздействуем. Это внутренняя часть плеча, внутренняя часть бедра, это, конечно же, вот эта зона, как мы называем, проблемное ношение шортиков, да, то есть это получается наружная часть бедра, задняя часть бедра и, естественно, ягодицы. То есть спектр воздействия будет таков, и показания, какие будут, это целлюлит, да, это жировые ловушки, да, которые сложно удалить. Вот, кстати, к этим жировым ловушкам достаточно сложно будет относиться зона над коленями. Вот это вот здесь вы тоже можете активно использовать и применять. Вот эти области, это то, на чем можно работать пиквейдж-боди. Субментальную зону, коллеги, как бы вам не хотелось, опять же, исходя из ваших лучших побуждений, не нужно. Те фотографии коллег, которые осмелились, таки попробуйте это все на субментальной области, но если от вас поступит, собственно говоря, пожелание, наверное, коллега, мы сможем разместить это в нашем инстаграм, да, чтобы, собственно говоря, вы напугались и этого не делали. То есть на лицо этот препарат мы не наносим. Только ограничивается теми областями, которые я сейчас озвучила. Далее, на какой момент еще с вами обращаем внимание перед нанесением какого типа, тип именно кожи, да, фототип самой пациентки. Мы прекрасно с вами логически можем додуматься до того, что светлокожие, рыженькие, да, русые, вот этот славянский наш тип, естественно, у нас кожа какая? Тонкая, более травматичная, поэтому здесь, конечно же, именно протокол мы будем проводить более щадяще. Если она светленькая, если она с очень чувствительной кожей, так не надо стремиться, извините меня, агрессивно все это втирать, а потом удивляться, что у нас вылезают корки, да, и все идет по стандарту классического пилинга ТСА. Это причем, что у нас более плотный роговой слой. Поэтому, коллеги, сейчас вот именно как бы резюме первого пункта, я думаю, вы поняли, но еще раз повторю, что это щадящее очищение. Это обязательный анализ того, чем пациентка пользуется дома и где она была, бани, сауны, бассейны. Потому от этого будет зависеть, как, в каком именно аспекте у нас будет идти с вами протокол. С первым пунктом все понятно, коллеги? Все понятно, прекрасно. Далее, переходим непосредственно к дальнейшему, да, этапу. И смотрите, сегодня нашу пациентку мы будем очищать нейтральным гелем, да, который не агрессивен, он не содержит АХ-кислот, естественно, тут нет никаких... Успокаивающих, наверное. Да, это такая успокаивающая линия. Мы вас не привязываем абсолютно, да, обязательно очищать пациента конкретно данным препаратом, нет. Но вы, вот эти вот все регламенты, которые были озвучены ранее, вы обязательно должны их выдержать без АХ-кислот, без агрессивных каких-то скрабирующих частиц, без спинта и без агрессивных щелочей. Далее, давайте посмотрим все-таки, что у нас будет внутри, как выглядит непосредственно препарат. Препарат запечатан в блистер, да, ну, выглядит, конечно, он довольно-таки стильно, да, сочетание черного и розового цвета. На самом даже блистере вы еще раз можете убедиться и сами уже, да, ознакомиться со всеми ингредиентами, которые здесь присутствуют. Вскрываем, вскрываем упаковку и внутри вот такой вот, да, флакончик. Сколько он миллилитров? 30 миллилитров, коллеги, флакончик 30 миллилитров и он запечатан сверху, да, еще вот такой вот защитной пленочкой, защитной пленочкой. Сейчас мы эту пленочку аккуратненько снимем. Пока вы, Наталья, снимаете, давайте напомним, у нас состав достаточно богатый. В составе, коллеги, давайте разберем с вами именно по составу, да, вспомним с вами, что же будет у нас в составе. Во-первых, те компоненты, которые будут давать и обеспечивать наш препарат мощным лимфодренажным действием, после процедуры, вот коллеги не дадут мне соврать, особенно те, кто уже работает на этой пилинг-системе, что лимфодренажный такой эффект сильный, да, и он возникает практически прям сразу после процедуры. Поэтому здесь, конечно же, эффект мы наблюдаем с вами сразу. И к каким же компонентам именно лимфодренажного воздействия здесь мы с вами увидим. Это, конечно же, карнитин, это кофеин, это экстракт цинтеллы азиатской, это экстракт конского каштана, то есть мощные такой именно лимфодренажные компоненты, которые будут обладать еще каким? Выраженным вазопротекторным воздействием. Те компоненты, которые будут у нас работать на качество кожи, еще раз повторюсь, что все компоненты, которые я сейчас озвучиваю, они находятся в так называемой службе доставки активных компонентов, да. Это глайн-комплекса, два глайн-комплекса и один микро-шаттл, да, липосомальный микро-шаттл с факторами роста. Это глайн-комплекс с кислотами, которые содержат хлоруксусную кислоту, лактобионовую кислоту и дезоксиколевую кислоту. И, как я уже сказала, липосомальный микро-шаттл, он идет с факторами роста, которые как раз будут стимулировать у нас обновление клеточного состава, стимулировать именно наши фибробласты, да. Поэтому, конечно, вот этот ярко выраженный эффект, который мы видим, срабатывает именно от грамотно подобранного, сбалансированного, качественного вот этого именно ингредиентного состава. Упаковано все очень прям досконально, четко. Смотрите, справилась я все-таки с упаковкой, да. Мы видим вот такой вот прозрачный стеклянный флакончик, коллеги, да. Здесь у нас идет на флакончике, видим дату изготовления, да. И, в принципе, ничего нам больше делать не нужно. Открываем крышку, да. И вот такой удобный очень дозатор, который уже, в принципе, препарат готов к воздействию. Он уже прям, ему не терпится, да, поработать тем активным компонентом. Обязательно защищаем себя. Одеваем перчатки. Одеваем перчатки. Очищаем зону воздействия. Небольшое количество препаратов мы возьмем, да, проработку. Возьмем небольшое количество препарата, да. Данный пациент, исходя из анамнеза, довольно-таки, да, непривередлив. Он не склонен к аллергическим реакциям, правильно, Наталья, я говорю? Кожа без видимых повреждений, да, то есть все в порядке, все хорошо. На солнышке Наталья была уже давно. Можно было бы, в принципе, его и отправить уже, ее, да, куда-нибудь загорать. Поэтому, в принципе, коллеги, опять же, к чему я так подвожу, что если у вас пациент был на активном воздействии солнышка, да, на, именно, был период хронической инсоляции, то работать с препаратом мы можем с вами начинать по прошествию 10-14 дней, коллеги. 10-14 дней после того, как пациент у нас свернулся, вот с, именно, воздействия, да, солнышка. И если пациент готовится, да, подготавливает свое красивое тело к идеальным стандартам, наоборот, к солнцу, то мы должны подгадать так, чтобы наш курс закончился за 10-14, за 10-14 дней до предполагаемой вылазки, да, на солнышко. Вот таким образом, да, мы хорошо, да, очистили, комфортно, без каких-либо агрессивных, таких втирающих воздействий, да, массажными линиями. Конечно, специалисты, которые профи в работе с эстетическими проблемами по телу, я сейчас имею в виду, конечно же, золотые руки массажистов. Конечно, вы делаете это все более красиво, быстро, но... Вы просушиваете перчатки, правильно? Обязательно. Смотрите, коллеги, во-первых, вот тут я благодарю коллегу, она всегда меня акцентирует на важные моменты. Когда я начинаю уходить в прозу, да? Мы сейчас что сделали? Просушили поверхность, коллеги, и поверхность мы должны просушить так, чтобы у нас вот это вот, салфетка, да, которую мы с вами, да, которую мы будем проводить с вами именно вот эту вот методику просушивания, да, зоны, она была сухая, и сухие перчатки. Это очень важно, коллеги, это важно, чтобы поверхность была сухая. Мы не усиливаем воздействием, время экспозиции тем, чтобы усилить пенетрацию кислоты. Мы забываем вот здесь, с атраматичной концепцией пилингов и пилинг систем Промо Италии, мы забываем о классической школе, коллеги. Если вы решили взять в работу препараты компании Промо Италии, да, то вы должны учитывать и уважать эти правила протокола. Мы не креативим, мы делаем четко так, как прописано. Просушили, сухие перчатки, сухая зона. Теперь, коллеги, мы берем с вами препарат, что важно. Коллеги, конечно же, когда вы приобретаете препарат, мы не бросаем вам. У вас есть четкая поддержка в виде наших мастер-классов в Инстаграм. У вас есть четкая поддержка видеопротоколов на сайте Баланс Медэстетик. У вас есть четко прописанный черным шрифтом по белому, да, протокол, поэтапно, на что обратить внимание. Это, конечно же, наши специалисты, конечно же, наши врачи, поэтому уточняйте. Если вам что-то непонятно, лучше сначала спросите, уточните, а потом уже сделайте. Тут еще кто-то делится опытом, что не надо прорабатывать хлоргексидином. Вот, видите, как хорошо. То есть, без ли какого-либо, не нарушаем вот этот вот барьер, да. И я не удивлюсь, если этот, собственно говоря, хлоргексидин, если он еще и бывает на спиртовой основе. Вот это было бы, думаю, шестко. Чтобы уж наверняка. Да, вот это. Антисептика, конечно, в наше непростое время это все. Но, коллеги, все-таки давайте все по протоколу. Итак, я подвожу к тому, что мы сегодня, вот эти зоны, которые, дозы препарата, которые мы сегодня будем брать, это не просто вот потому, что у меня сегодня настроение и потому, что я очень люблю пациентку Наталью. Нет, это четко прописанные дозы, которые были расписаны, подсчитаны, да. Тот стандарт, который требует та или иная зона. Поэтому эти области, область и примерная доза применения есть в таблице, которая вам выдается. И, конечно же, приходите на наши семинары, где мы четко разбираем прямо вот что, что зачем. Итак, на зону живота, вот здесь у нас стандартный животик, да. На зону живота, которую мы сейчас с вами наблюдаем, нам потребуется 6 нажатий. 6 нажатий – это ровно 0,5 мл шприца, да. 0,5 мл. 6 нажатий. Коллеги, препарат не распыляется мелкодисперсно, а он как бы, да, подается дозами, да, такими вот микрокаплями. 1 капелька, да, 2, 3, 4, 5, 6. Это на любой живот 6 или в зависимости от... Коллеги, ну, смотрите, конечно же, если мы видим, что животик у нас такой, ну, как бы пообъемнее, да, здесь мы будем смотреть, исходя из поверхности, да, площади поверхности обрабатываем. Конечно же, иногда потребуется чуть больше. Если это более маленькая, да, площадь воздействия, да, то, конечно же, может потребоваться ровно половина. Но вам должно быть комфортно, вы должны чувствовать препарат под перчатками. Я не говорю, что, опять же, да, вот та ситуация, когда чем больше, тем лучше. Нет. Но это тот стандарт, который дает возможность комфортно со такими скользящими массажными движениями проработать ту область, которая, да, нам нужно с вами, на которую нам нужно с вами повоздействовать. Вот такими вот массажными движениями, коллеги, опять же, не нужно исходить из того, что, а давай, если вот прям я так хочу, чтобы моя пациентка быстро избавилась, да, от эстетических проблем на теле, я не обозначаю специально сейчас какую-то конкретную задачу, давай я ей не 0,5 мл, а давай там мл или 2 лучше, да, и буду бесконечно все это массировать, либо, наоборот, давайте я пожестче вам помассирую, да, с такими дополнительными и механическим воздействием, да, поагрессивнее проработаю, не нужно этого делать, коллеги. Вот если вы будете делать так, у вас будут получаться бесконтрольные результаты, и вы вообще не спрогнозируете того эффекта, который вы получите на данном препарате, потому что здесь у вас уже идет априори нарушение протокола. Как вы видели сейчас, я очень аккуратно, не доставляя на таре каких-то дополнительных таких, да, агрессивных, болезненных ощущений, по массажным линиям разнесла препарат, причем, когда вы наносите первый слой препарата, у вас первое воздействие, оно будет недолгое, то есть скольжение, которое происходит, оно будет непродолжительное. С каждым последующим нанесением эффект скольжения, он будет чуть удлиняться. Почему я сейчас ничего не делаю, да, не потому что я отвлеклась, а потому как, что мы с коллегой сейчас засекаем одну минуту, а как раз столько требуется, после того, как вы промассировали, да, внедрили препарат, далее время экспозиции будет составлять одну минуту. То есть в отличие от PQH, у нас здесь совершенно другой протокол. Да. Ну, кроме как сухости перчаток. Да, 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 абсолютно верно. То есть именно, если брать по сравнению с пилинг-системой, которую мы прорабатываем, именно лицо, да, где мы каждое слово с вами скрупулезно нейтрализуем, да? Водой. Водой, да. То здесь вы нанесли, проработали не агрессивно, коллеги. Не нужно дополнительных сильных таких вот воздействий. Вы массаж такой тщательный, агрессивный сделаете, если что, потом, без препарата. И время экспозиции будет одна минута. И мы не смываем, коллеги. Вот в чем еще существенная разница по отношению с пилинг-системой по лицу. Мы не нейтрализуем сейчас с водой слой. Мы выждали минуту, и мы начинаем с вами наносить второй слой. Второй слой. Наносим с вами также ТА6 нажатий. И тем временем, пока я прорабатываю зону, мы спросим у нашей прекрасной модели. Скажите, пожалуйста, Наталья, какие субъективные ощущения вы испытываете сейчас? После первого нанесения легкое покалывание. Легкое. Легкое покалывание. Коллеги, теперь давайте я проговорю, будучи сейчас прорабатывая область, да, я расскажу вам, какие субъективные ощущения у пациента являются нормой. Ощущение, когда хочется, да, кожа немножечко зудит, да, они говорят, ой, ну, они начинают возиться на кушетке, говорят, хочется почесать, да, то есть легкий такой зуд. Бегание мурашек, чувство разлитого тепла, не жирения ярко выраженного, да, то есть не чувство нарастающей гиперемии, там, отечного состояния, а именно комфортное такое чувство разлитого тепла. Это те субъективные ощущения, которые пациент может чувствовать в процессе проработки. Вот, видите, коллеги, я начинаю прилипать, да, к поверхности, на которой я работаю. Это говорит о том, что препарат мы комфортно, грамотно внедрили, оставляем также на одну минуту. И за эту минуту я хочу вам рассказать, какие же субъективные ощущения могут сопровождать пациента, когда он приходит с процедурой домой. И какие рекомендации мы ему дадим, да, собственно говоря, с собой, словесно, да, может быть, порой даже следует им прописать. Во-первых, так как зона все-таки обрабатывалась препаратом активным, что нам требуется? Никаких агрессивных воздействий, да, ограничиваемся и уходим, да, пока не воздействуем ни тепловыми какими-то, да, воздействиями. Я имею в виду, что, конечно же, это не бани. Это не агрессивное, да, воздействие воды, склорка, которая бывает в бассейне. Это не принятие ванн с какими-то там эфирными маслами, да, или дополнительными какими-то, сейчас какие-то есть щелочные такие бомбочки, которые, да, там можно опускать в ванну, да, и все это бурлит. Если хочется нанести, и это правильно, да, нанесить какие-то питательные, увлажняющие кремы. И еще, коллеги, самое главное, чтобы одежда, которую они носят после данной процедуры, она была комфортной, не облегающей. Это не какие-то кожаные лосины, которые потом натирают эту, да, зону, и потом, естественно, идет излишняя травматизация. То есть бережно к этой области мы в зоне относимся максимально. У нас прошла еще одна минута. По внешнему виду, что мы наблюдаем? Все очень спокойно, все очень хорошо. О чем это говорит? Это не значит и о том, что, ой, я не вижу сейчас проявления гиперемии, а давай-ка я еще дополнительный слой нанесу. Коллеги, мы с вами идем за эффектом, а не за гиперемией сразу в процессе процедуры. Нам не это важно. Мы прекрасно знаем состав данного препарата, и мы прекрасно знаем, как опосредованно, да, уже в комплексе, уже пролонгировано данные препараты сработают, да, не здесь и сейчас, а уже на протяжении, да, какого-то именно времени. Поэтому гиперемия, не пугаемся, она может появиться у нас либо к вечеру, да, либо на следующие сутки. Данная гиперемия может быть, присутствовать на протяжении где-то двое-трое суток, это тоже нормально. Здесь еще какой важный момент, коллеги, количество слоев мы будем определять от состояния кожи. Еще раз повторюсь, если этот пациент светлокожей, тонкая кожа, дерматитная кожа, словно каким-то хроническим, таким, да, драматологическим заболеванием, либо если эта кожа прям со свежими такими стримами, да, растяжками, работать начинаем более щадяще. Нанесите, ограничьтесь двумя слоями, и этого будет достаточно. Вы посмотрите, как пациент будет реагировать, и постепенно, если это будет позволять, субъективные ощущения, восстановительный период, да, реабилитационный, который будет, конечно же, на более тонкой коже и на свежих стриях, что возможно? Шелушение, да, покраснение, небольшие корочки, да, то есть если мы берем с вами воздействие на именно более такую чувствительную кожу, то это нормально, это нормально. Здесь мы нанесли три слоя, сейчас мы ждем с вами минуту. Вот здесь, кстати, после проведенного, после нанесения трех слоев появляется, не знаю, видно ли вам, коллеги, небольшая гиперемия, да, вот в области центра животика, да, в локализации рядышком с пупком, да, вот небольшое такое, видно вам на экране, коллеги? Небольшая локализация, небольшая, не очень яркая. Ну, по крайней мере, она не яркая, да. А что сейчас вы ощущаете, Наталья, после проведенных трех слоев? Ну, чуть усилилось покалывание и легкий зуд. Легкий зуд, покалывание, чувство разлитого тепла, это те субъективные ощущения, которые у нас будут сопровождать нашего пациента. То есть для Натальи мы остановимся на трех слоях. И, коллеги, я могу сказать, что оптимальное, рациональное количество нанесенных слоев, это три слоя, без агрессивных втирающих движений, без огромного количества, да, препарата. То есть не надо для улучшения эффекта, как вам кажется, взять много препарата. Этого не требуется. Не требуется. Что мы сейчас с вами делаем? Мы будем нейтрализовать данную зону, данную зону мы нейтрализуем, смываем водичкой, да, тщательно смываем водичкой. И, кстати, гиперемия начинает немножечко нарастать, смотрите, да, видим, та зона, где обрабатывалась, и та зона, где у нас была, собственно говоря, без обработки. Да, и закрываем, коллеги, закрываем мы препаратом, который будет питать кожу, да. Наталья, акцентируйте, пожалуйста, внимание, что нужно тщательно смыть. Тщательно смыть, коллеги, еще какой момент, тоже вот коллеги креативные, для улучшения эффекта, почему-то они решают, а давай-ка я оставлю зону воздействия и смывать не буду. А вось лучше сработает. Ну, потом тогда не удивляйтесь, что вы получаете весь живот в корках, отеки, ярко нарастающую гиперемию, да, и проводите ту терапию, которую нужно вследствие таких клинических проявлений провести. Да, не удивляйтесь. Поэтому, конечно же, тщательно, коллеги, смываем. Препарат мы для усиления воздействия не оставляем до следующего дня, да. Обязательно смываем сразу. Обязательно, тщательно смываем сразу, прорабатываем. Смотрите, коллеги, вот сейчас, прямо вот на границе, специально хочу вам показать, идет небольшая гиперемия. Видим? Небольшая гиперемия. Мы ее, собственно говоря, наблюдаем. Мы ее и ожидали. Мы ее ожидали. Мы с вами проработали, сказали, что это нормально. И наносим питательный увлажняющий крем. Питательный увлажняющий крем. Коллеги, вы часто задаете вопрос, можно ли совмещать и сочетать с такими-то комплексными программами именно в работе с телом, да. То есть, ну, грубо говоря, не закончить нанесением крема, а сделать, например, обертывание какое-то. Если и обертывание, или маску для тела, мы делаем именно ту, которую направлено на увлажнение и на питание. Да, на увлажнение и на питание. Все в порядке, Наталья? Замечательно. Смыли, нейтрализовали и нанесли питательный крем. Эту зону мы прикрываем. И сейчас давайте мы проработаем с вами еще одну зону, которая часто вызывает у нас, да, эстетические вопросы у пациентов. Это внутренняя, да, внутренняя часть бедра, да, и поработаем именно с бедром, да, полностью поработаем с бедром, да, с наружной частью и с внутренней частью. Что мы с вами делаем? Ну, тут вы, если бы были рядом, я слышала бы от вас все рекомендации, которые мы сейчас с вами учли. Вы сказали бы мне, что вы будете смывать зону, очищать зону нейтральным каким-то препаратом. Действительно, я так и сделаю. Перчатки. После этой зоны, да, зоны живота, я снимаю, я сейчас одену новую, да, новую пару перчаток. И здесь первым этапом мы будем с вами кожу очищать. Берем для проведения данного этапа максимально нейтральное средство, которое не содержит ауфаокислот, и спирта. Небольшое количество. Наталья, что у нас с ревматоидным полиартритом? Мы можем с какими-то аутоиммунными? Смотрите, коллеги, что касается аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунные заболевания, конечно же, по классике у нас являются противопоказанием. Но здесь мы должны четко понимать, да, в состоянии ремиссии, сколько, да, какой период времени данное хроническое, да, заболевание будет у нас в ремиссии. Поэтому здесь, конечно же, все очень индивидуально. Как правило, данное заболевание находится на постоянном, на постоянной терапии и контроле у человека, да, у специалиста, доктора, который это заболевание лечит. Поэтому, если вы сомневаетесь, у вас есть какие-то сомнения, вы запрашиваете у пациента справку, да, от этого доктора, что, в принципе, он не против, что пациент будет наводить красоту, да, и вы спокойно с пациентом это будете делать. Здесь еще один вопрос. Сколько зон можно прорабатывать за одну процедуру? Я ждала этот вопрос, вот прям ждала, и думаю, будет ли он или нет. Это очень здорово, что вы его задали. Коллеги, на самом деле, вот сказать, что прям прямого такого, озвучу вам, что есть противопоказания, что нельзя сразу одномоментно большое количество зон обрабатывать, такого нет. Но здесь вы должны все-таки дать пациенту при первой процедуре дать возможность познакомиться с ощущениями субъективными. Грубо говоря, коллеги, выдержит большое количество зон, можно, да, договорились на это, тут, как говорится, уже можете, да, имеете такую возможность. Но все-таки постарайтесь начать первоначально, чтобы пациент знал, с какими субъективными ощущениями, какой период реабилитации, да, то есть такое. Потому что, ну, пробуя, например, данный препарат на себе, я четко могу вам сказать, что на пятой точке даже к концу недели, ну, не могу сказать, что было уютно сидеть, да. Да, это, кстати, будет дополнительно, да, подвергать к динамике, к движениям. Поэтому здесь все очень индивидуально. Смотрите, как пациент, если он, это так же, как у нас в инъекционной терапии, кто-то колется с анестезией, кто-то без. Договаривайтесь с пациентом. Но противопоказания одномоментно проработки нескольких зон не будет. Ну, то есть это не классический какой-то агрессивный пилинг, да. Да, да, да. Но если вы делаете все правильно. По протоколу, да. Да, все, если делаете правильно. Наталья, ну, про слои мы сказали, а, собственно, курс процедур мы какой рекомендуем? Курс процедур, коллеги, очень важный вопрос, очень правильный. Исходя из тех клинических проявлений, которые мы видим, курс будет составлять в среднем от 4 до 6 процедур. И вот кратность, именно интервал между процедурами мы будем с вами смотреть в зависимости от первоначального именно качества и состояния именно кожи. Потому как у кого-то интервал будет неделя, а кому-то, извините, недели будет мало. Поэтому здесь, конечно же, интервал может доходить. У чувствительных пациентов интервал будет 14 дней, да, 10-14 дней. А у пациентов, которые все комфортно, стандартно переносят, как мы с вами сегодня, да, проговорили и обозначили, то этот интервал будет составлять 7 дней. 7 дней. Встраивается данный препарат превосходно в комплексные воздействия. То есть, опять же, вы можете либо сразу проделать курс, потом переходить на комплексные воздействия аппаратными методиками, инъекционные методики. Но не тепловые аппараты. Конечно, нет, 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 сразу нет. Сразу нет, сразу нет. То есть только после того, как мы... А сосудистая сетка, если у человека... Смотрите, коллеги, если мы имеем у пациента в анамнезе и видим барикозное расширение вен, то это точно нет, да, то есть это будет являться противопоказанием. Если есть какие-то, ну, близко расположенные сосуды, ничего страшного. То есть здесь мы можем прорабатывать эту зону. То есть если есть сеточка такая, как часто бывает, нормальная, но если уже... Да, но если уже, конечно, барикозное расширение вен, здесь, по крайней мере, у нас точно должен возникнуть вопрос, что сначала мы отправляем в ее окно консультацию к флебологу, а потом уж если у нее такое рьяное желание, мы будем проводить процедуру. Либо, коллеги, если у нас, собственно говоря, барикозное расширение вен, мы наблюдаем где-то на голени, а у пациентки запрос на живот, в принципе, тогда вот так работать можно. Конечно. Через сколько дней после депиляции мы можем проводить процедуру? Коллеги, депиляция и эпиляция, будь это классика, будь это аппаратное воздействие, классическое воздействие будет у нас через, как минимум, неделю, да, то есть депиляция прошла. Какие-то повреждения кожи. Да, конечно, это все равно как бы травматизация. После уже аппаратного воздействия лучше воздержаться, как и с хронической инсталляцией, где-то через 10-14 дней. Наталья, а все-таки вот если вдруг что-то недопонял косметолог, что-то где-то все-таки решил поэкспериментировать, поставить опыты над своими клиентами. Вы правильно озвучили, Наталья, потому что иначе это и не назовешь, это именно опыты, опыты. Да, да, мы такое уже получали, да, видели. А мы можем поделиться. Можем поделиться такими вот фотографиями. Если все же отек случился, что мы рекомендуем? Не отек, точнее, а ожог. Коллеги, смотрите, если мы столкнулись с тем, что... И бывает ли ожог? Ну, смотрите, коллеги, опять же, он может быть, если вы нарушили злостно протокол. Как он выражается? Либо пациент. Как он будет выражаться? Мы видим, что гиперемия уже, собственно говоря, такая ярко нарастающая, она нарастает, нарастает. Субъективное ощущение жжения, покалывания преподносит уже, ну, прям такие яркие, дискомфортные ощущения, да. И не один день, да. И не один день уже, да. То есть мы видим с вами четкую прям по локализации зоны отек, да, этой области. Зона не то, чтобы там приятно теплая на ощупь, она прям вот горит, да. Так часто такие ощущения бывают, когда мы сгораем на солнышке. Я думаю, все, у всех было, когда все кто-то стремился к активному быстрому загару, да. У нас либо ничего, либо нам сразу надо все сразу, да. А вот эти ощущения, они очень сходны. Что мы в этом случае делаем? Коллеги, что мы чаще всего делаем при стандартном подходе классического, да, пилинга, если что-то идет не по протоколу? Антигистаминные препараты, да. Если мы видим прям ярко выраженные проявления, то здесь могут потребоваться... Здесь мы тоже 6, вы, кстати, не озвучили. Коллеги, да. Здесь я взяла, исходя из воздействия, да, из зоны, площади воздействия, 6 нажатий. То есть это 0,5 миллилитра. И очень комфортно я прорабатываю. То есть этого немного и этого немало. То есть когда вы экономите препарат, вы травматизируете, да. То есть вы стираете, по сути, защитную вот эту вот мантию кожи. И отсюда тоже могут пойти неправильно. Поэтому немного и немало. Вот именно такой вот, опять же, в рекомендации в таблице будет. То есть антигистаминные, да. Антигистаминные. Иногда, если мы видим прям ярко нарастающую гиперемию и видим, что идет прям такое яркое, да, клинические проявления, негативные такой вот, да, реакции ожоговой, тогда здесь мы можем уже подключить, однократно ли или нет. Здесь нужно будет смотреть по ситуации, преднизолон, да, внутримышечно. И, естественно, мы будем наносить какие-то успокаивающие, восстанавливающие, регулирующие мази, да, крем. Это пантенол, бипантен, очень хороши такие стерильные противоожоговые повязки с перуанским бальзам, да, то есть очень хорошо вот они восстанавливаются. Вот человек пишет, что они проделали процедуру на живот, бедра, голени, ягодицы. Видите, какая разница? Даже по цвету я имею в виду. Вы пока будете снимать разницу, а я сейчас спешу для нейтрализации, да, этой зоны. Вот утверждают, что соблюден протокол, но есть ожог. Мы, конечно, должны будем вас допросить. Да, 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 коллега, смотрите, я ни в коем случае, да, не говорю, что вы сейчас, да, как бы, ну, какую-то ложную информацию даете. Ни в коем случае. Но все-таки из опыта, как бывает, коллеги, мы думаем, что протокол был соблюден 100%. Это вами, коллеги. Когда мы начинаем, как я называю, припирать пациента к стенке. Что было у нас недавно, кстати, да? Да, что было, кстати, недавно. Тоже ничего не делала, ничего не знаю, почему так вышло, не могу понять вообще. Ничего не делала, ничего не делала. Что выясняется? Выясняется тот факт, что после процедуры, во-первых, было тепловое воздействие, человек сидел в горячей ванне с эфирными маслами, а потом этот человек надел вот эти кожаные лосины, которые не пропускают вообще ни воздуха, кожа не может дышать. И все это на вот эту все-таки, да, обработанную кожу, да, определенным воздействием. И случаи были с ретиноидными препаратами. И поэтому, когда начинаешь пациентов припирать к стенке и говорить, что, ну, собственно говоря, теперь так все и останется. Таким делем для душа мылись. Да, да, да. То есть все так и останется. Если вы говорите, что вы ничего не делали, я не знаю. Это тогда единственный случай вообще в медицине. И как бы вот это, да, и случай не всех правил. И тут, коллеги, не поверите, открывается истина. Ой, а я вспомнила, ой, а я не знала. Поэтому хорошо покопайтесь в анамнезе. А та коллега, которая нам сейчас написала, что все-таки было все соблюдено. Коллеги, оставьте свой номер телефона, нам, Директ, я обязательно с вами сегодня свяжусь. И мы выясним, да, присним ситуацию. Тщательно смыли зону, да. То есть здесь мы тоже три слоя ограничимся, да? Три слоя, коллеги, конечно, три слоя, здесь три слоя. Коллеги, еще раз повторюсь, оптимальное, рациональное количество слоев нанесения, это будет два-три слоя. Два слоя очень нежными массажными движениями. Если кожа чувствительная, да, это чаще всего бывает у каких? У светлокожих, особенно у рыженьких, да, девушек, с очень такой восприимчивой кожей. Поэтому здесь, конечно, будет такое вот воздействие очень щадящее. Ну, здесь даже, знаете, вот на ощупь, я, конечно, сейчас в перчатках не могу оценить, но мы видим даже по качеству кожи, какая кожа здесь, вот, собственно говоря, более такая нежная, да, более бархатистая. Ну, вот визуально, да, я не знаю, насколько телефон передает, но вот если просто смотреть, визуально, да. Ну, мы потом поделимся, как обычно. Обязательно, обязательно. Ну, что, коллеги, премии еще есть, если время позволяет. Время уже не позволяет, поэтому второе замечательное, да, бедро, да, мы будем уже, да, воздействовать на него сегодня без вас. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, либо позвоним, либо обязательно вам ответим. Приходите на наши семинары, на наше индивидуальное обучение и с радостью ждем вас. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...